Друзья, приветствую! С вами новости с Антоном Хардиным и происходящее в стране не перестает удивлять. Удивили сегодня нас Киркоров, Песков, Набиулина, но это далеко не полный список и начнем мы, пожалуй, с Пескова. По сети разлетелась вот такая фотография, на которой предположительно затонувший крейсер Москва. И Пескову задали вопрос, могут ли подтвердить в Кремле, что это фотография крейсера, но Песков не смог оценить достоверность появившихся снимков. Мы действительно видели кадр, говорит Песков, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем. Не подтвердить, не опровергнуть достоверность снимков Песков просто-напросто не смог или не захотел. Но что касается достоверности. Достоверность данного снимка лично у меня не вызывает сомнений. Может быть это, конечно, не так, но вот посмотрите, пожалуйста, как выглядел крейсер Москва. И вот практически нужный нам ракурс. Понятное дело, что в данном случае крейсер лежит на боку и не видно его название. Но вот посмотрите внимательно, сравните вот эту фотографию и вот эту фотографию. Еще раз, эту фотографию и эту фотографию. Конечно, мы не можем видеть передние части крейсера, потому что она вся в дыму. Но сходство, по-моему, налицо. Волнение у россиян вызвали и вот эти кадры. Помните, нам рассказывали, что вот в этой так называемой специальной военной операции срочники не участвуют. Потом оказалось, и это было официальное заявление Министерства обороны, что срочники там все-таки были. И это было уже достаточно давно. И после того, как затонул крейсер Москва, появилась новая информация. А срочников оттуда до сих пор, судя по всему, не вывезли. И в данном случае речь идет о моряках-срочниках. Личный состав крейсера Москва находится в основном в пункте базирования в городе Герои Севастополь. Офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу на военно-морском флоте. Личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июль месяц будет уволен и убудет к постановке на воинский учет. Так, а вот это уже очень интересно. Нам все это время говорят, что срочников нет. А здесь после такой трагедии подтверждается, что срочники все-таки есть. И они в момент затопления корабля находились на корабле. Возможно, их спасли, возможно, даже всех. Но точной информации нам сейчас никто дать не может. Но 100% информация, что срочники точно в этом участвуют. Причем это не просто какая-то информация, взятая из непонятных пабликов. А это главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Николай Евменов. Но пока события в Украине продолжают развиваться. Ура! Патриоты бегут из страны. Бегут, да только пятки сверкают. А пока ура! Патриоты бегут. Миллиардеры-олигархи пытаются спрятать свое. Годами наворованное, точнее, извините, честно заработанное имущество. Издание Дейли Собак сообщает о том, что миллиардер Олег Дерипаска спрятал свою яхту в Турции. И вот что пишет издание. Яхта, связанная с российским алюминиевым магнатом Олегом Дерипаской, прибыла в бухту недалеко от юга западного турецкого курорта Гетик в субботу. Мордашов спрятал свою яхту во Владивостоке. Дерипаска прячет свою яхту в Турции. Олигархи, конечно же, в первую очередь думают, как же спасти свое. Про Чубайса здесь появилась интересная информация. Российские СМИ сообщили, что Чубайс смог спешно покинуть Россию из-за того, что им заинтересовались силовики. Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что глава Роснана Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру проверить работу госкорпорации с 2010 по 2020 год. То есть как раз за тот период, пока ее возглавлял Чубайс. Однако, как сообщает одно из российских изданий, заявление Куликова было направлено в ведомство 24 марта, ровно на следующий день после того, как заметили в Стамбуле. Вот он, еще один ура-патриот. Сделали какую-то видимость. И после того, как Чубайс уже сбежал из России, решили организовать проверку. А сейчас даже если проверка что-то покажет. И что? О, теперь немного новости погоды. В Россию пришла весна, начали петь птички, дотаивает последний снег и вместе с последним снегом, вместе с тем, что из-под него оттаяло, оттаял и Киркоров. Киркоров, который держал свой язык все последнее время где-то вот, где-то там, очухался после ареста Медведчука. И выкатил целый пост, за который ему устроили разнос. Киркоров по-настоящему разозлил и свою аудиторию, и в принципе россиян. А вот что он пишет. Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко, жену Медведчука, в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь моего старшего друга. И вот он обращается к президенту, он обращается к европейским политикам. Посмотрите, что происходит в Украине. Допускаете ли вы, что условно Эммануэль Макрон бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? Вы, президент Джо Байден, обращается к Киркоров. Киркоров. Артист, циркач, трюкач. И по совместительству клоун шоу-бизнеса. Обращается к президенту другой страны. И спрашивает у него, закроете ли вы телеканал Fox News? Только за то, что там говорят неприятные вещи про вашу политику. Так почему вы допускаете это в Украине? Киркоров дальше рассуждает про человека, человеческие отношения и говорит, для меня это высшая и непоколебимая ценность, качество, требования, пытки, физические и моральные унижения неприемлемы, вне зависимости от позиции или контекста дня. Никто не может быть осужден без решения справедливого законного суда. Никто не может быть унижаем никогда. Не нужно быть следователем-специалистом, чтобы по одним только снимкам понять, что происходит и делается с Виктором Медведчуком. Он обращается дальше к европейским политикам и искренне надеется, что разум и человеколюбие возобладает. Что слова Киркорова могут зародить хоть каплю здравой мысли. Филя очнулся, оттаял, дружбана арестовали, вы посмотрите, пожалуйста, не у кого будет теперь на корпоративах скакать и песенки петь. И в комментариях Киркору устроили самый настоящий разнос. А где Киркоров был, когда в России арестовывали оппозиционных политиков? Где Киркоров был, когда закрывали рты свободным СМИ? Когда закрывали свободные каналы? Когда гасили альтернативную информацию и продолжают гасить? Киркоров про это не сказал ни слова абсолютно. Киркоров был аполитичен. А сейчас взяли за задницу кума Путина. И Киркоров очнулся и начал обращаться не к кому-то, а к самому Байдену. Интересно, а Киркоров сейчас откуда пишет? Не из Израиля или случайно? Может быть сидят они там сейчас где-то с Ваней Ургантом? И попивают прохладные коктейли, наблюдая замечательные пейзажи. Попал под раздачу и телевизионный патриот Ваня Ургант, который убежал из России. Мне хочется говорить про Урганта плохо. Хочется поздравить его с днем рождения. Он выложил пост в свой день рождения, написал 44. Слэш 10-44 года Вани, 10 лет передачи вечерний Ургант, как я понимаю. Ну и тут же в комментариях понабежали люди с буквой Z на аватарке. И не только они. И начали писать, что Ургант иностранный агент, предатель, что он сдриснул из страны, что убежал. Обрекает его на жизнь в Израиле, чтобы он никогда не возвращался, чтобы он там мел дворы. Кто-то его прям начал оскорблять. И что-то мне подсказывает, что сидят они сейчас вместе с Киркоровым, где-то читают эти комментарии. И думают, а что им теперь делать? Либо продолжать свою карьеру, либо, наверное, мести дворы в Израиле. И вот текущие события показали как раз кто есть кто. Теперь немного об импортозамещении. Хочу вам показать замечательный город Ярославль. Видео мне скинул один из подписчиков. И говорит, вот посмотри, как в Ярославле заделывают дороги по импортозамещенным суперсовременным технологиям. А зачем вообще нужен в принципе асфальт, когда можно с огорода чернозема привезти, заделать яму и еще сорняков поразбрасывать? Ну, чтобы зелень была, красота. Это вот это называется импортозамещение, правда? Не надо заморачиваться, не нужны катки какие-то, не нужен асфальт. Заводы по производству асфальта зачем? Пошел, взял лопатку, накопал, принес, красиво, замечательно. А можно еще и картошку посадить. Совместить, так скажем, приятное с полезным. Все равно асфальт каждую весну тает. А тут хоть польза какая-то будет. Или, допустим, солнечный замечательный Якутск. А вот от таких новостей по-настоящему мурашки по коже бегут. В Якутске пожарные не смогли доехать буквально несколько десятков метров до горящего дома, потому что лавировали по разбитой грунтовке. Лавировали, лавировали, да не вылавировали, застряли в общем. Набиулина с Собяниным также удивили. Эти люди без единого мата могут объяснить, что все плохо, но сделать это так, как будто все хорошо. Очередное заявление Набиулиной, цитирую. Экономика России может жить на запасах временно. Уже во втором или начале третьего квартала 2022 года экономика страны войдет в период структурной трансформации. Не экономики хана, а период структурной трансформации. По ее словам, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, а теперь пришел черед экономики. Не спад, а отрицательный рост. Не профукали экономику, а начался период структурной трансформации. А в Сбербанке-то, кстати, какие трансформации в экономике происходят? Из Сбербанка побежали топ-менеджеры, в том числе уехал в США Лев Хасис, который до недавнего времени был зампредом правления банка. Отмечается, что он одним из первых сбежал из страны, но судя по всему он оказался далеко не единственным и не последним. Также Набиулина сделала еще одно достаточно интересное заявление. И она сказала, что Центробанк России не будет любыми методами снижать инфляцию в стране, так как это помешает адаптироваться к бизнесу. Центробанк официально говорит, что инфляцию он любыми методами снижать не будет. О чем это нам говорит? О том, что рост цен будет просто зашкаливающий. Он уже зашкаливающий. Хотелось бы резюмировать слова Набиулиной. Набиулина не начинает экономику, она ее заканчивает. Теперь что же касается Собянина. Собянин сообщил, что из-за приостановки деятельности и ухода иностранных компаний из России в Москве могут потерять работу порядка 200 тысяч человек. И заявил, что власти Москвы и федеральный бюджет выделят на их поддержку 3,36 миллиарда рублей. И он говорит, для людей могут организовывать временную занятость или устроить их даже, например, на общественные работы. Допустим, в парке. Работал ты где-то на хорошей зарплате, работал ты на хорошей работе. А сейчас Собянин предлагает. Ну, работы нет, денег нет, вы держитесь, поэтому можете сходить в принципе помести парки. А что такое 3 миллиарда рублей на 200 тысяч человек в калькуляции? Это порядка 15 тысяч рублей на человека. 15 тысяч рублей в Москве. В среднем по городам России за 15 тысяч рублей можно снять какую-то квартиру. Но что касается Москвы, вот эти 15 тысяч рублей это мертвому припарку. И еще немножко импортозамещения и патриотизма. И издание РБК опубликовало крайне любопытную информацию. Пишут, с лайнерами Superjet 100, которые российские власти считают основными самолетами для полетов за рубеж, могут возникнуть сложности из-за дефицита комплектующих. Об этом гендиректор авиакомпании Ираера Юрий Лапин предупредил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Все дело в проблемах с ремонтом моторов и дефицитом других запчастей. Дело в том, что двигатели выпускает французско-российская компания и она отвечает за их послепродажное обслуживание. Двигатели теперь будет обслуживать фактически невозможно. И вырбака не пугают, они просто ставят россиян перед фактом и заявили, что ближе к осени уже или к концу года может быть остановлено около половины парка суперджетов. И это вот что хотелось бы рассказать про российские самолеты. А вот этот парк суперджетов на сегодня составляет порядка 150. А возможно к концу следующего года россияне начнут летать на кукурузниках. Но это не точно, кукурузников тоже нет. Производители продуктов в России запаниковали. Об этом сообщает издание Коммерсант. Производители продуктов просят власти не закрывать въезд в Российскую Федерацию грузовиков из Европы. По их мнению это оставит пищевую отрасль без импортных ингредиентов. Пищевая отрасль в России также может остаться без каких-то продуктов. Потому что как оборудование импортное, так и компоненты импортные, так и ингредиенты импортные. И очень много всего импортного. Ну а хочу успокоить россиян, у нас же есть Володинская пальмуха. В принципе из этой Володинской пальмухи можно производить все что угодно. И молоко, и сметану, и даже творожок. Все можно делать из Володинской пальмухи. И также хочу успокоить, есть потрясающие статьи. И сейчас они активно публикуются в российских изданиях. Россиян готовят вот к чему. Посмотрите, что пишет Комсомольская правда. Корень одуванчика, желуди и мох. Может ли кофе пропасть с полок магазинов и чем его заменить? Судя по всему, россияне скоро будут пить не американо, а русиано с желудями. Или допустим латте на мху. Или капучино с корнями одуванчика. Ну а почему нет? В принципе и еду можно заменить. Еду можно заменить водой, как раньше писали. А если продукты, то мясо вполне можно заменить картошкой. Картошка правда тоже кусается, но она подешевле мяса будет. Молоко можно заменить водой, соки можно заменить водой, творожок можно заменить картошкой или в принципе можно заменить пальмухой полностью абсолютно. Да какая разница? Ладно, одно дело кофе, но дело в том, что ранее сообщали производители хлеба, что 90% практически оборудования импортного. И не хочется жути нагонять. Но судя по таким новостям, скоро и хлеб с водой будет роскошью. Ну и в окончании ролика минутка патриотизма. Посмотрите, пожалуйста, лицея номер 65 в Воронеже. Учебный день там теперь начинается с поднятия триколора под гимн России. На прошлой неделе такое распоряжение местным школам дал губернатор Гусев, чтобы вложить в детей правильные смысли о родине, воспитать в них уважение к ценностям страны. Поднятие флага, по мнению губернатора Гусева, является отличным способом вложить в детей правильные смыслы. Каким образом, конечно, эти смыслы будут вкладываться, большой вопрос. Потому что это реально выглядит как мертвому припарка при разваленном образовании. Поднятие флага, оно мало чем поможет. Поднятие флага это завершающая точка. Это даже не точка, это восклицательный знак. Как венец всего остального. Знамя, друзья мои, водружают при победе. А сейчас это выглядит как какие-то жалкие потуги склеить разбитую тарелку. И делитесь роликом, друзья мои. Не забывайте подписаться на канал, это очень помогает в распространении информации. А с вами были новости с Антоном Хардиным и я не прощаюсь.